1 ноября в Татарском районе стартовал осенний призыв. На военную службу из Новосибирской области отправятся порядка 2000 молодых людей. Призывников направят в воинские части, расположенные только в субъектах Российской Федерации, за исключением новых регионов страны. В этом году осенний призыв продлится на один месяц меньше прошлогоднего, так как стартовал он не в октябре, а в ноябре. Окончание всех мероприятий запланировано на 31 декабря. Все призывники, которых мы планируем отправить из территории Татарского, Муштарского и Чистоозерного районов, уже прошли в медицинскую комиссию. Отправки будут также планово проходить от здания военного комиссариата на областной сборный пункт. Что касается комплектования вооруженных сил, то в основном мы комплектуем два военных округа. Это центральный и восточный. И совсем там незначительная часть будет направлена для прохождения службы в западный и южный военный круга. Но это совсем мало, там порядка пяти-восьми человек. Главы Татарского района и города Татарска обратились к призывникам с напутственными словами. Юрий Вязов отметил, что в каждом настоящем сибиряке живет дух героя. К его словам присоединился и Алексей Сиволапенко. Здесь висят фотографии наших земляков, которые в разное время проходили военную службу. Призывы по контракту, воевали, к сожалению, некоторые погибли, но без этого никак, по-другому никак, это война. Но мы с вами должны понимать, поэтому к этому по-разному можно относиться. Мы должны с вами понимать, что мы с вами сибиряки, а воины сибиряки, как я знаю, я сказал, всегда ценились, достойно служили в армии. Наши молодые земляки будут отдавать долг родине практически во всех родах войск, в том числе ракетные войска стратегического назначения, военно-космические войска и войска национальной гвардии. По желанию призывника ему оказывается всяческое содействие в выборе вида вооруженных сил. На призывной комиссии мы спрашиваем всех призывников о желании его проходить в тех или иных видах вооруженных сил. Если ему позволяет состояние здоровья, профессиональная, психологическая пригодность его, ну и, соответственно, еще ряд параметров, по которым мы подбираем в тот или иной вид вооруженных сил, то, конечно же, мы идем навстречу призывнику и отправляем именно туда, куда они желают, или там, где они желают проходить военную службу. Каждый год на службу из татарского района отправляются и те парни, которые будут отдавать долг родине в президентском полку. Не стал исключением и текущий осенний призыв.